Самая дорогая у человека жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Эти слова Павла Корчагина, героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь», стали руководством для жизни многих из членов ВЛКСМ. Днем рождения комсомола считается октябрь 1918 года. Комсомольцы воевали за советскую власть, бросались грудью на пулеметы, поднимали целину и строили БАМ. В начале 90-х годов комсомол завершил свое существование, но его приверженцы до сих пор помнят студенческие стройотряды и особое патриотическое воспитание молодежи. В следующем году исполнится 100 лет со дня образования комсомола, но уже сегодня в Сызрани готовится отметить юбилей этого коммунистического союза молодежи. План праздничных мероприятий обсудили на Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан. Бывшие руководители ВЛКСМ и активисты общественной организации «Воспитанники комсомола. Мое отечество» вошли в рабочую группу с представителями городской администрации. Губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным было дано поручение муниципалитетам создать рабочую группу и разработать план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея этой молодежной организации. Ветераны комсомола готовятся проводить научно-практические конференции и посещать учебные заведения, чтобы рассказывать молодежи о работе ВЛКСМ. Пожалуй, надо подчеркнуть два момента. Первый – это сохранить историческую память, а для этого необходимо создать летопись Сызранского комсомола, чем мы сейчас и занимаемся. И второй – это принимать участие в воспитании подрастающего поколения. Активисты предложили реконструировать на Образцовской площадке памятник комсомольцам и построить смотровую площадку у Стеллы в районе Сызранской Луки. Ранее проект площадки уже рассматривался в соответствующих инстанциях. Памятную Стеллу установили в советские годы на месте первых комсомольских маевок. Теперь она популярна у горожан. Сюда приезжают свадебные кортежи. Одни оставляют немало мусора, другие горожане убирают мусор во время субботников. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Энтузиасты надеются, что хотя бы к столетию комсомола им удастся благоустроить это историческое место. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин. Вести детально.